МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 дней в студии Лешат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала Новый Век. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы была нормальная система пожарной зарплаты, нужно было вложить большие деньги, сотни миллионов рублей. Адмирал, три года спустя. Кто ответит за трагедию и почему тяжелые уроки не идут нам впрок? Администрация не помогает, развития никакого нет, кредиты получить невозможно. Парк Камского периода, серьезные проблемы с деловым климатом в Камском устье, неработающий промпарк и земля в аренду под водой. Расскажем все. Но ощущение такое, что это не мы глухие, а они глухие. Глухие люди. Если чиновники не слышат просьбу людей, их послушают наши корреспонденты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедия в Кемерово привела к отставке одного из последних руководителей долгожителей Амана Тулеева. Надо отметить, что Аман Гумирович более 20 лет был успешным руководителем крупного промышленного региона. Это крепкий хозяйственник, который твердой рукой управлял непростой Кемеровской областью и всегда был в десятке самых эффективных губернаторов Российской Федерации. Конечно, он заслужил других проводов, но судьба распорядилась иначе. В новейшей истории регионов России только Миттимиру Шаймиеву, первому президенту Татарстана, удалось уйти со своей должности красиво, как говорится, с развернутыми знаменами. Но для этого надо уметь уходить вовремя. Отправить в отставку губернатора Тулеева потребовали свыше 4000 участников митинга, который прошел 27 марта этого года в центре Кемерова. И охваченных горем людей, конечно, можно понять. Власть на местах всегда виновата. Но выскажу свое мнение. В этой трагедии теперь уже бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев всего лишь стрелочник. Я уже говорил в прошлой программе, что Кемеровская трагедия обнажила в очередной раз системный кризис в работе всех контролирующих и разрешающих структур, в обязанности которой входит обеспечение безопасности людей при строительстве и эксплуатации подобных объектов. К страшным человеческим жертвам приводят повсеместная коррупция и халатность. О чем говорят и выводы следствия. Самое печальное, что этот системный кризис охватил всю страну. И отставкой одного Тулеева тут ничего не исправишь. Никаких гарантий, что подобное не повторится, пока нет. 4 апреля в Москве горел очередной детский торговый центр. Персей для детей. И несмотря на то, что пожарные системы вроде отработали нормально, один человек, сотрудник торгового центра, погиб. Конечно, по поводу этой трагедии никто не устраивал траурных митингов, не приносил цветы к импровизированному мемориалу. Смерть одного человека – горе для всех его близких, а для нас всего лишь сухая статистика погибших на пожаре. Но должно быть иначе. Трагедия маленького человека – это чрезвычайное происшествие и требует такого же внимательного отношения со стороны государства и самого тщательного расследования. Вернемся к пожару в торговом центре «Адмирал» в Казани. Как уже говорилось, здесь очень многое перекликается с кемеровской трагедией. Судите сами. Оба торговых комплекса – это результат реконструкции и перестройки бывших промышленных зданий. В Казани – завода «Серп и молот», в Кемерово – кондитерской фабрике. Кстати, у «Адмирала» и «Зимней Вишни» примерно одинаковая площадь – около 20 тысяч квадратных метров. И там, и тут были допущены грубейшие нарушения в ходе реконструкции и эксплуатации здания. Небольшое различие есть в форматах торговых центров. В «Адмирале» не было обширной детской зоны и кинотеатра на последнем этаже. Для «Зимней Вишни» наличие детской зоны стало катастрофой. Еще одна объединяющая деталь – владельцы обоих торговых комплексов – миллиардеры. Алексей Семин и Денис Штенгелов. Оба фактически живут за рубежом. Один во Франции, другой в Австралии. Но оба снимают сливки с российского бизнеса. Семина по делу «Адмирала» к уголовной ответственности привлечь не смогли. Достанут ли Штенгелова? Очень сомнительно. Со дня трагедии в Казани прошло уже три года, а суды тянутся до сих пор. Эльзира Юзаева на этой неделе изучила уголовные дела торгового центра «Адмирал» во всех подробностях. Его прозвали «Делом Адмирала» по названию торгового комплекса, в котором погибли люди. 6 февраля 2017 года первое судебное заседание было решено провести в этом Доме культуры «Юность». Судебная канцелярия направила 678 повесток. Все ожидали огромного потока людей. Однако из сотен пострадавших на первое слушание явились не более 50 человек. Спустя год рассмотрение этого дела, ввиду его непопулярности, перенесли в здание поменьше, в здание Московского районного суда Казани, где само заседание уже не в первый раз проходит в режиме абсолютного безразличия со стороны потерпевших людей. Дело о массовой гибели людей в торговом центре «Адмирал» с каждым годом привлекает все меньше и меньше внимания прессы. Прошло уже три года с момента трагедии. Но с каждым годом у пострадавших угасает надежда на то, что это громкое дело будет доведено до конца и виновные понесут наказание. Тем более будет возмещен ущерб на миллиарды рублей. Безобразие, рукомойство, вот это панибратство сплошное у нас творится. Рука руку моет. Лилия Черникова предприниматель трижды теряла свой бизнес в огне на вьетнамском рынке, потом в туре и в «Адмирале». Она до сих пор убеждена, что главные фигуранты этого громкого дела остаются на свободе, а за решетку попали, так сказать, мальчики для битья, наемные работники, обычные исполнители приказов сверху. Распоряжение по сдаче объекта завода «Серпа-Молот» в городе Казани под торговый дом «Адмирал» давал лично товарищ Семин, миллиардер наш. Это такой человек, у которого муха в кабинете просто так не пролетит без его ведома. А с него почему-то все обвинения абсолютно сняты. Действительно, одному из богатейших бизнесменов России Алексея Семину, который является владельцем здания, сразу после пожара было предъявлено обвинение. Миллиардер даже был объявлен в федеральный розыск, а на его имущество наложен арест. Сам Семин, будучи за границей, все это время пытался обелить свое честное имя, активно давал интервью федеральным телеканалам. Его доводы о непричастности к трагедии строились на том, что он не принимал прямого участия в управлении компанией. Объект эксплуатировала компания-арендатор ООО «Заря». Отнюдь не может входить в компетенцию человека, который приезжает в Казань, и жидко давать оценки тому, как организована торговляция, в частности, вот в таком центре администрации. Через полгода следствие согласилось с доводами, и все претензии свело на нет. В итоге на скамье подсудимых оказались 12 человек. Это генеральный директор компании, которая и принадлежит Семину, Роберт Хайрулин. По версии следствия, именно его подписи стоят на многочисленных в правоустанавливающих документах, главный арендатор торгового комплекса адмирал Гусейн Гахроманов, который руководил формально, в основном также подписывал различные договора. Фактическим же директором был его отец, Гюль Гусейн Аджафов. Именно он работал непосредственно с предпринимателями, вел административные и хозяйственные дела. Следователи считают, что каждый из этих людей знал, что эксплуатирует опасное для жизни и здоровье здание. Но жажда наживы оказалась превыше всего. Просто туда людей загнали, создали маломальские сети, чтобы они могли торговать, и все, они там находились. Сделали, типа как инкубатор, на первом этаже находились торговые точки, над ними находились склады, что тоже является нарушением. 30 миллионов рублей в месяц. Именно такую прибыль владельцам приносила эта торговая точка, которую сложно назвать современным словом торговый комплекс. Адмирал больше походил на типичную барахолку с 90-х, где жили и работали гастарбайтеры. Бывшие помещения завода «Серп и молот» официально не были приняты какой-либо комиссией. Здание не имело статуса «торговый центр». Здесь не была проведена реконструкция, и тем более отсутствовала качественная противопожарная система. Гидранты, так сказать, висели ради галочки. И эти галочки из года в год кто-то ставил. Что-то они делали. Это так называемые потемкинские деревни. Что это значит? Ну, значит, чтобы была нормальная система пожарной безопасности, нужно было вложить большие деньги, сотни миллионов рублей. Туда деньги были вложены намного меньше. То есть они как бы фиктивно сделали того, что пожарная безопасность какая-то соблюдается. Ну, то есть повесить какие-то там гидранты, какие-то там устройства. Ну, все это фактически не было подключено, то есть не работало. Давление воды было очень низкое. Нашлась одна такая девочка, 25-летняя, судебный пристав. Сфальсифицировала документы и закрыла это дело. Это понять, что все требования соблюдены. Расследование дела адмирала показало, как проверяющие органы решают проблемы бизнеса. Как бизнес решает свои проблемы с помощью контролирующих органов. Торговому комплексу адмирал, который эксплуатировался с грубейшими нарушениями, госпожнадзор не раз выписывал предписание. Дела были доведены даже до суда. Суд постановил комплекс закрыть до устранения всех нарушений. Однако по непонятным, а возможно и слишком очевидным причинам, начальник судебных приставов Жанна Алпарова своей подчиненной Мензеле Сафиной дает указание закрыть исполнительное производство. Таким же образом закрыла глаза на все нарушения инспектор госстройнадзора Галия Исаева. Откуда у ревизоров такое благодушие к бизнесу? Вопрос, на который следователи так и не смогли ответить. В ходе предварительного средств мы все версии отрабатывали, в том числе и коррупционные составляющие. Но в данном случае мы не доказали, что там была передача денежных средств, была взятка. Не доказали? Нет, мы этого не доказали. Другие преступления мы вменяем, соответственно. То есть там халатность, значит, это потубление полномочиями. Следователи считают, что трагедии было не миновать. Старое опасное здание начали пристраивать со всех сторон. Во время таких очередных работ с газовым оборудованием и произошло возгорание панелей из пенопласта, которыми было облицовано здание. Огонь пошел по верхним этажам, где находились склады с товаром. Буквально за несколько минут весь торговый комплекс был охвачен пожаром. Эта газовая котельная обслуживает население Адмиралтейской слободы. И, как мы видим, по фасаду здания как раз и проходит газовая труба. Буквально в нескольких метрах отсюда как раз и находился торговый центр, где произошел пожар. Если бы огонь перебросился сюда, то специалисты говорят, им даже сложно представить, каков был бы масштаб трагедии. Адмирал до сих пор вспоминает с содроганием. 19 человек погибли, 700 человек признаны пострадавшими. Только один из обвиняемых признал свою вину. Рабочий, который включил ту самую горелку. Все остальные себя считают невиновными. Чтобы хоть как-то загладить свою вину перед потерпевшими, миллиардер Семин каждому пострадавшему предпринимателю выделил 714 рублей 28 копеек. Конечно, подобные трагедии не должны повторяться. Для этого необходимо, чтобы законы работали, а наказание было неотвратимым, невзирая на положение и должности. Кто-то скажет, ну вот, нашли удобный повод, и сейчас начнется политика закручивания гаек и притеснения предпринимателей. Я лично против компанейщины, но скажите мне, какое отношение имеет собственник Зимней Вишни к малому бизнесу? А ведь именно под этой категорией на бумаге проходил этот огромный торговый центр. Или где миллиардер, землевладелец Семин, и где реальные проблемы мелких предпринимателей, потерявших все на пожаре в Адмирале? Малый бизнес сейчас живет своими проблемами. И, если честно, пока не видит серьезных перспектив для своего развития. Картина вырисовывается довольно противоречивая. С одной стороны, государство призывает предпринимателей к активности. Владимир Путин недавно в своем послании Федеральному собранию поставил очень амбициозную цель. Доля малого бизнеса во внутреннем воловом продукте России к 2024 году, то есть уже через 6 лет, должна достигнуть 40%. Но, с другой стороны, непонятно, как и за счет чего мы будем расти такими темпами. Предпосылок-то для этого нет. Даже в Татарстане, экономически самодостаточном регионе, с развитой промышленностью, показатель доли малого бизнеса в экономике уже давно замерзает на уровне 25%. Республика делает ставку на развитие промышленных площадок и технопарков. И это абсолютно правильно. Таких площадок у нас уже 63. Но, как отметил президент Татарстана Рустам Миниханов, на последней совместной коллегии Минэкономики и Минпромторга далеко не все они эффективны. Начнем с того, что в 10 районах у нас вообще нет промышленных площадок. Это Атнинский, Алькеевский, Апастовский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Кабицкий, Муслюмовский, Тукаевский, Черемшанский районы. И это серьезная недоработка глав этих районов. Но есть и вторая проблема. В то же время в шести районах на муниципальных площадках работает только один-два резидента. Что, по словам президента Татарстана, просто показуха. К таким районам относятся Аксубаевский, Камско-Устинский, Новошишминский, Нурладский, Пестричинский, Рыбнослободский район. Может быть, мы сгущаем краски и нет причин для тревог? Михаил Любимов на этой неделе изучал деловой климат в отдельно взятом Камско-Устинском районе. Никакого развития, потому что я не могу выкупить эти 90 квадратных метров. Обращался с писемами неоднократно. Любые причины находят для того, чтобы не отказать. Предприниматель Константин Фадеев из поселка Тенишево решил года это к три тому назад диверсифицировать, как говорится, свой бизнес. Возил он стройматериалы для прокладки дорог в сельской местности. А тут вот, в соседней деревне Антоновке, решил было и личным подсобным хозяйством обзавестись. Для чего приобрел участок, мечтал взять в аренду пару озер, рыбу разводить. Но зачем? Незадолго до того, как затевать подобные прожекты, он спрашивается, жаловался на самого, самому. Писал письма президенту, в которых строчил, что надо бы обязать местную администрацию рассчитаться перед предпринимателем за проделанную им когда-то работу, что она делать не спешит. Деньги, кстати, вернули. Но осадок остался. Он сказал, что обращение к президенту – путь в никуда. Так оно, в общем, и произошло. Первым делом опальному районному дельцу ударили по вполне себе физическому лицу, хотя выбрали все же юридическое. Впаяли штраф в 100 тысяч рублей за, дескать, нецелевое использование участка. Ну, вроде как это не материалы для постройки дома, а нечто на продажу. Штраф через суд Фадеев опротестовал. Но строиться здесь ему все равно не дают. Для постройки дома нужно еще 90 квадратов земли в фасадной части участка. Никому, кстати, не нужного. Но не дают. И нынешний глава искал причину, как меня придушить. А вот с этим участком у села Красновидово вышло вообще нечто такое, что и у Салтыкова щедрина не отыщешь. Участок прибрежной полосы был арендован Фадеевым для разгрузки товара, прибывающего по воде. Все документы на участок в порядке. Но вот границы его почему-то, со временем, приобрели свойства живой материи. Часть арендованной земли, независимо от воли хозяина, ушла под воду. Фадееву впаяли еще и частичный захват Великой реки Волги. У меня получается, что я захватил землю. Координаты поменяли. Мой участок не здесь, мой участок там под водой. 100 тысяч штрафа мне. И что вы могли тут делать? Я мог только дайвингом заниматься, больше ничем. Чтобы никто слова не скажет. О развитии предпринимательства и речи не шло, чтобы, как говорится, что-то развиваться и что-то делать. Потому что от администрации был только один прессинг и искали только причину для того, чтобы придушить и уничтожить твой бизнес. Хорошо, часовни старой рядом не оказалось. А то бы он и ее, знаете ли. Штраф он опять отсудил, кстати. Но участок у Фадеева все же отобрали. Участок сейчас не мой. Глава мне сказал, работать не дам. Постройка самовольная и снести все здание. Ну, тут... 20 сантиметров залезли, а здание все надо. Да, надо все здание, значит, снести. Вместо того, чтобы поддерживать малый и средний бизнес, тут открытое вредительство. Да какие там сотки, гектары, метры квадратные. В Камском устье предприниматель Валерий Синчугов пять лет воюет за 20 сантиметров пространства. Это его постройка. Справа магазин, посередине закусочная. Слева он собирался было поставить нехитрое производство. Пельмени, котлеты и прочее. Но Синчугов, видно, тоже делиться не привык. И однажды ему сообщили, что залез он своим кирпичным строением на чужую территорию. Размахнулся аж на 20 сантиметров. А значит, свой домик тыквы снести должен немедленно. Зачем сносить, взмолился Синчугов. Ну давайте я подвинусь на эти 20 сантиметров. Ну или куплю их наконец. Ну не нужны же они никому. Пустырь. Нет, нет и нет. Нам дорого ломать и вообще неохота ломать. Потому что столько сил вложено. Но уже почти пять лет мы ничего не можем сделать. Вы пять лет не можете купить 20 сантиметров земли? Вот да. Вот идет борьба около пяти лет. Или даже больше пяти лет. А ведь каждый из них еще шевелящихся, еще копошащихся в чем-то на вес золота для района, который касается дна сводного районного рейтинга экономического благополучия. Но кто, если не они, местным властям в помощь? Мы, кстати, поинтересовались. Слышали ли они хоть что-нибудь о некой промышленной площадке в районе? Слыхать слыхали. Вы вообще видели эту площадку? Вы там были? Я там не был, но я в курсе этой площадки. Говорят, никто туда не идет. Да, потому что здесь либо должен прийти на эти площадки большой инвестор. А где же его взять? А где его взять? Правильный вопрос. Слышал, но я ее не видел и не знаю, что она работает. Не в курсе. Не знаю, не могу сказать. А это совершенно неудивительно, что районные предприниматели и слыхом ничего не слыхивали ни о какой промышленной площадке. Потому что выглядит она вот так. И сразу ей поймешь, что это некая промышленная площадка, а не просто какая-то огороженная территория вокруг завода. Можно подумать, что вот этот завод, это и есть самый главный резидент на этой площадке. Но это не завод возник на промышленной площадке. Эта площадка возникла вокруг завода три года назад. И, собственно, резидентов здесь сейчас два. Это сам завод и еще небольшая компания с ним аффилированная. Три года назад их было ровно столько же. Ну, прогресс налицо. Площадка есть? Есть. Резиденты есть? Есть. Чего ж вам еще? Но даже дилетанту ясно, что на территорию, опережающую развитие, вот эти ничтожные два гектара явно не тянут. Есть и газ, и электричество. Но недоразвитость и непривлекательность чувствуется. Парк юрского периода. А уж специалисту и одного взгляда достаточно. По-дилетантски, по-бытийски, да, как минимум завод, забор надо передвинуть, чтобы вошла в него территория развития, да. Во-вторых, вижу, что от завода самого, от корпуса, да, до того места мало. Места мало. У каждого здания есть своя охранная зона. И потом, смотрите, зона ЛЭП. В зоне ЛЭП под ней может проходить дорога, а здание строить нельзя. Мы сразу получаем ограничивающий, как бы, фактор, да. Мне кажется, это не самый лучший вариант, да. Просто хотели аккредитовать, выполнить, как бы, да, галочку, чтобы поставили, чтобы президент не бил их, да, и вот, ну, в этом плане, да. Ну, во-первых, надо сказать, что особых условий, наверное, никаких особых нет. Надо, чтобы было пришло желание тех, кто хочет прийти. Сказать однозначно, почему не приходит, сложно. Но я думаю, этот вопрос, опять-таки, дело времени. Сказать, почему не приходит, несложно. Это не дело времени, это дело главы и некоторых его замов, которые замещают в районе не только самого хозяина, но и обязанности высшего над всеми давлеющего разума. Константин Фадеев, представленный нами, как предприниматель в начале сюжета, по правде сказать, теперь уже просто пенсионер. Бросил, завязал. Невозможно. Администрация не помогает, развития никакого нет, кредиты получить невозможно, и люди меняют место жительства и уезжают с района. В наших районах предприниматель. В документах, наверное, скоро будут писать только со скобочками после слова. Мол, понятие устаревшее. Михаил Любимов, Хамит Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней. Из Камско-Устинского района перенесемся в Иннополис, первый IT-город России и особую зону в области информационных технологий. Что из себя представляет Иннополис сегодня? Это порядка трех тысяч жителей. Школа, детский сад, университет, физико-математический лицей. Есть объекты торговли и общественного питания. Что касается особой экономической зоны, Сегодня в Иннополисе 68 резидентов и 8 компаний-партнеров. Создано 1200 рабочих мест. Вроде все неплохо, но не так, как хотелось бы. Иннополис планировался как инновационный центр даже не российского, а мирового масштаба. На этой неделе, в пятницу, президент Атарстана Рустам Миниханов и министр связи России Николай Никифоров обсудили в Казани проблемы привлечения новых резидентов в особую экономическую зону Наукограда, констатировав, что с этим есть определенные трудности. Тимур Бекмурзин продолжит. Огромное количество наших талантливых россиян работает по всему миру. Почему они не здесь не работают? Прекрасные условия для жизни. Один из лучших университетов, где лучшие преподаватели, которых мы пригласили со всего мира. Технопарк. И вот, конечно же, наша активность нужна. Идея, что и говорить, красивая. Город айтишников рядом с Казани в живописнейшем месте слияния Волги и Свияги. Своего рода наш ответ в Силиконовой долине из Калифорнии. Много из того, что задумывалось, как необходимые объекты инфраструктуры и технопарки, университет и даже магазины с кафе и ресторанами уже в наличии. Чего пока не достает, так это активности самой жизни. Активности прежде всего чиновников, за что Рустам Мениханов нередко критикует профильных министров. Были мои поручения и ваши действия пока очень такие незаметные. На этой неделе прошло очередное совещание по вопросам развития Иннополиса с участием федерального министра связи Николая Никифорова. Мероприятие оказалось закрытым для прессы и поэтому мы можем только гадать, о чем на нем шла речь. Были ли выпущены очередные острые стрелы критики в адрес ответственных за развитие Иннополиса чиновников или темпы его развития можно считать приемлемыми? Сложно сказать, хотя одно становится все более очевидным. Аналогии с Силиконовой долиной все менее уместны. И дело даже не только в огромной разнице в масштабах. Калифорнийское чудо генерирует воловой продукт в триллионы долларов на уровне ВВП Франции. В Иннополисе речь пока идет о суммарной выручке в миллиард рублей. Силиконовую долину называют своим домом несколько тысяч компаний в Иннополисе, 68 резидентов и 8 компаний-партнеров. Но не только в этих цифрах разница. И дело даже не в самом Иннополисе, как модели российского IT-центра, говорит генеральный директор крупнейшей в Татарстане IT-компании Виктор Дьячков. Дело в том, что в России в принципе нет понимания, как развивать отрасль. Нет государственной политики в этой области. И единственным выходом в этой ситуации Дьячков видит возрождение госплана. Я на полном серьезе говорю, потому что оценивая то, что сейчас есть в экономике, логично просто, чтобы государство взяло на себя еще функции планирования. Потому что государство везде в экономике есть, а планирования общего централизованного ее нет. И государственной политики, технической политики, вот в нашей области, я считаю, что ее практически нет. Результат любых инноваций, как я неоднократно всегда говорю, это рубль. То есть сколько вы заработали. Директор лазерного центра в Татарстане Николай Насонов считает, что развитие Иннополиса пойдет только тогда, когда появится понимание, в чем его главное предназначение. И это понимание должно появиться прежде всего у потенциальных инвесторов IT-города. Вот я, если бы был директором какого-нибудь завода, то есть, что реально, зачем я туда приду? То есть, какие новые программы они мне напишут? Какие они новые сервисы мне на завод загрузят с искусственным интеллектом? Очень много различных объектов инновационных, но там почему-то не растут химики, не растут айтишники. Итак, что такое Иннополис? Если рассматривать его просто как место для штаб-квартир и высокотехнологичных компаний, это один подход. Если мы видим этот город как, в первую очередь, центр разработок, прорывных идей в сфере IT, это несколько иная модель развития, считает руководитель консалтинговой компании Сергей Маслёхин. Цель не в аренду площади сдать. Цель привлечь игроков, которые во взаимокооперации будут создавать продукт, причем прорывной, революционный. Своя неповторимая среда или аура в Иннополисе есть и сейчас. Отрицать это сложно. Да, и инфраструктура быстро наполняется жизнью. Все плюсы ее – жизни не вдали от благ цивилизации, а на некотором отдалении – от шума, грязи, суеты большого города – местные жители разъясняют убедительно. Ездишь в Казань, там, по каким-то делам, вообще туда не тянет. То есть то, что здесь все очень спокойно, все так размеренно, все близко, это очень классно. Местные кафе, рестораны и даже бар – это, как правило, не место для шумных вечеринок. Управляющий одним из таких заведений Рамиль Искандеров говорит нам – особенность в менталитете иннополисян. Ну, бывает, что в Казани кто-то перепьет, может похамить. Здесь такого нету, здесь все ребята с головой, так сказать, дружат. Ты пошел в спортзал заниматься, а там все айтишники, все там Ява-не-Ява, вот это вот все обсуждение, и ты понимаешь, что ты в своей тарелке. Преимущество иннополиса, рассказывает нам Артур Милаян, с одной стороны, в близости такого крупного мегаполиса, как Казань, с другой – в наличии практически идеальных условий для работы. Вообще комфортно, до работы рядышком. Снег выпал, вы не думаете, что тут пробки там все, вы ходите, наслаждаетесь. Иннополис сегодня – это очень хорошая альтернатива Москве, например, Санкт-Петербургу. Если сравнить стоимость жизни к качеству жизни, то мы очень даже конкурентны. Сегодня есть четыре точки входа в Иннополис. Первая – это стать компанией-резидентом особой экономической зоны Иннополис. Вторая – стать студентом местного университета. Третья – просто купить жилье в городе. И четвертая – стать частью местного городского бизнеса. К слову, вопреки нашим ожиданиям, в этом плане Иннополис укомплектован неплохо. Уже есть два супермаркета, аптека, салон красоты, несколько кафе и ресторанов, цветочные и книжные магазины. Привлекательная сторона – низкая ставка аренды для бизнеса в черте Иннополиса. Всего-то 100 рублей за квадратный метр. Это существенно ниже, чем, скажем, в Казани. Но есть одно ограничение – количество жителей. Трем тысячам иннополисян уже хватает объектов торговли и общественного питания. Пока еще есть потребность в сфере развлечений. Хотелось бы, наверное, бильярд. Кино, возможно. Иннополис – первый в России айти-город. Российская силиконовая долина. Так уж случилось, что яркие ярлыки приклеились к этому месту, можно сказать, с самого начала. С момента закладки первого камня. И эти щедрые авансы настало время оправдывать. А сделать это, ой, как непросто. Потому как, скорее всего, наши ожидания были несколько завышенные. Сейчас здесь постоянно проживает три тысячи жителей. Для любого города это, конечно, скромно. С точки зрения, какие советы тут можно дать, я бы просто вспомнил песню «Великая Анна Герман». Песню, которую мы все в свое время пели. Нужно только выучиться ждать. Нужно быть спокойным и упрямым. Тимур Бекморзин, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. «Семь дней». Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Ощущение такое, что это не мы глухие. А они глухие. Глухие люди. Если чиновники не слышат просьбу людей, их послушают наши корреспонденты. В среду Рустам Механов вручил заслуженному мастеру спорта России, стеребряному и дважды бронзовому призеру 12-х зимних паралимпийских игр 2018 года в Хетчхане Марти Зайнулиной государственную награду Республики Татарстан. Орден Дуслык. Церемония прошла в губернаторском дворце Казанского Кремля. Также в среду под председательством президента состоялось совместное заседание Совета безопасности, координационное совещание по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии. Одно из тем заседания стало дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в районах и городах республики. В четверг Рустам Механов находился с рабочей поездкой в Москве. Он принял участие в заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию и развитию конкуренции в стране. Провел заседание Владимир Путин. В четверг председатель госсовета Фарид Мухаммедшин находился с рабочим визитом в Томске. Он принял участие в заседании комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании по образованию и науке и Комитета по законодательству Ассоциации инновационных регионов. Здесь он представил опыт Татарстана. В пятницу Рустам Механов и министр связей и массовых коммуникаций страны Николай Никифоров приняли участие в заседании Наблюдательного совета КФУ. Обсудили создание малых инновационных предприятий. Рассмотрели вопросы финансово-хозяйственной деятельности университета за 2017 год. И определили плановые показатели на 2018-2020 годы. Продолжаем программу «Семь дней». Русская литература 19 века очень остро подняла проблему трагедии маленького человека в России. Вспомните хотя бы станционного смотрителя Пушкина, Шинель Гоголя, Ваньку Чехова, бедных людей Достоевского. Тема социальной справедливости, отношений человека и бездушной государственной машины. Жесткое деление людей по социальному статусу. И по сей день актуальны. Об этом мы уже говорили в начале программы. С криком о помощи к нам в редакцию обратился Рустам Валеев, председатель общества глухих Татарстана. Для информации, сегодня в республике проживает 287 202 инвалида. К примеру, людей с ограниченными возможностями по зрению – 5860. Инвалидов-колясочников – 4603. По слуху – 5498. Рустам Валеев обозначил проблему. Глухим людям в Татарстане сегодня непросто найти работу. Если верить его словам, в такой ситуации находится каждый третий трудоспособный инвалид по слуху. Сергей Темляков с подробностями. После того, когда нам это помещение выделили, мы его привели в порядок. Максимально все, что только возможно, с учетом всех требований санитарных норм и противопожарных. Вот, фены все обделаны плиткой. Председатель общества глухих в Татарстане показывает нам помещение. Рустам Валеев говорит, благодаря поддержке президента у общественной организации глухих появились квадратные метры. Сумели даже приобрести шкаф, правда, бэушный, но на этом мы остановились. Да, вот этот шкаф для того, чтобы можно было сделать формы, закладывать, печь хлеб. Здесь Рустам и хотел открыть пекарню, где бы появились такие востребованные для глухих рабочие места. Мы могли бы здесь занять, мы подсчитывали примерно 10-12 инвалидов. Это небольшое количество, но это очень существенно, потому что глухим людям очень комфортно работать вместе с другими глухими людьми, потому что они могут разговаривать, общаться и так далее. Дело, казалось, осталось за малым – купить оборудование. Рустам подсчитал необходимость 700 тысяч рублей. Исходя из того, что чиновники декламируют постоянно о том, что они с собой, с собой инвалидов, обратились в Министерство социальной защиты. Два года просто работы у меня нет никакой. Ситуация, в которой оказался Раиф Шарипов – яркий пример того, что сейчас глухим непросто найти работу. В такой же ситуации, говорит мужчина, и многие его друзья, кто не слышат. Раньше, во время празднования Тысячелетия Казани и в период проведения универсиады, глухие работали на стройках, были востребованы. Сейчас же, отмечает Раиф, он рад любой подработке, но ее почти нет. В последний раз и вовсе обманули. Не заплатили. Я закончил в ТИСБе, учился менеджер. Диплом есть, взяли, да. Но домой принес и все толку, а работы нет. На пенсию живу. 8 тысяч рублей получаю, больше нет. Председатель общества глухих приводит статистику. В Татарстане инвалидов по слуху 5498 человек. Если исключить детей и пенсионеров, то остается 2000 человек. Тех, кто может работать. При этом сегодня один из трех особенных людей – безработный. Мы шесть раз обращались к Рустаму Роголевичу с просьбами, основанными на наших реальных нуждах, наших бедах, наших проблемах. Все наши просьбы президент немедленно рассмотрел, немедленно дал команду удовлетворить. Но извините, если мы каждый раз по всем этим вопросам будем обращаться к президенту, без нас хватает других проблем. Нам просто уже неудобно обращаться постоянно с этими письмами. Поэтому мы обращаемся в министерство. Рустам показывает нам два, на его взгляд, уникальных ответа, полученных из Министерства труда, занятости и социальной защиты. С разницей в месяц. Он просил выделить займ – кредит для создания рабочих мест. 27 февраля получен ответ. Выделение займа в бюджетным кодексом не предусмотрено. Подпись – заместитель министра Мубаракшин. 20 марта пришел другой ответ. Бюджетный кредит может быть предоставлен юрлицу. Но в законе о бюджете Татарстана не предусмотрено ассигнование. Подпись – заместитель министра Тазидзинова. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что мы сами не можем. Государство вроде бы деньги выделяет на решение этих проблем. Но, как выясняется, получить деньги практически невозможно. Последняя надежда – банк. Рустем говорит, там согласились дать кредит. 700 тысяч на покупку оборудования. Но попросили обеспечения. Договор с соцзащитой. Что они компенсируют затраты на создание рабочих мест. Документ Рустему получить не удалось. Председатель общества глухих отмечает. В соцзащите пообещали выделить субсидию. Но лишь после того, как будут созданы рабочие места. Я тучусь в их двери. Они меня открывают, они встречают, они улыбаются. Но... Мы решили посмотреть еще глубже. Государство проблемы обеспечения трудовой занятости инвалидов начинает решать еще со школьной скамьи. В 2016-2017 годах в Татарстане была реализована межведомственная программа по комплексной подготовке и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности. В постановлении кабинета министров указано 6 домов и школ-интернатов. Объем финансирования более 250 миллионов рублей. Мы выбрали 3 учебных заведения, чтобы изучить ситуацию на местах. Мы получили вот такое прекрасное оборудование, которое, конечно, используем. Школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи единственная в Татарстане. Сегодня здесь обучаются 130 ребят. Директор Светлана Пролубчикова отмечает. Получили также оборудование для психологической лаборатории, сенсорную комнату, лицензированные пакеты тестов. Для педагогов были организованы курсы. Миллионы на полтора, наверное. К сожалению, планировалось нам еще и поставить площадку уличную, но что-то там вот не получилось. В четвертой школе-интернате учатся 182 ребенка, дети с диагнозом ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Продолжать подготовку и адаптацию детей здесь также будут на новом оборудовании. В общей сумме это составило где-то порядка 3,5 миллионов рублей. Помимо этого наши педагоги проходили обучение. В школе-интернате имени Ласточкиной, где большинство воспитанников глухие и слабослышащие, тоже новое оборудование на сумму более 2 миллионов рублей. Обновился и кабинет технологий. Алена говорит, благодаря чутким педагогам она уже определилась с будущей профессией. Я буду учиться на Швейджу. Я себе желаю направить. Много выпускников нашей школы-интерната уходят в сферу сервиса. Девочки получают профессию швеи, они могут получить профессию кулинара. Вадим Ионов закончил интернат в 91-м году. Теперь он здесь преподает. Интересуемся, все ли из его одногруппников при работе. Многие выпускники, людей без работы, даже если закончили, то не могут найти работу. Выпуск был 24 человека, и из них только 2-3 человека, кто нашел. У нас есть статистика ежегодного трудоустройства инвалидов, но мы не знаем, какая часть инвалидов у нас попадает в отток из тех мест, куда они были трудоустроены. Трудоустроить особенного человека задача непростая, говорит председатель общества инвалидов Татарстана. Из 82 900 инвалидов работу сегодня нашли лишь 30%. В 2017 году были трудоустроены 2522 человека. Это 58% от числа обратившихся. Программа, реализуемая в школах-интернатах, очень важна, отмечает Рифат Ганнибаев. Большую работу ведут и вузы. Почему же есть вопросы в трудоустройстве? Причина может быть и в работодателе, ведь нужно создать особые условия, и в самом соискателе. Востребована ли его специальность? Мы готовим законопроект для обсуждения в Государственном Совете Республики Татарстан о втором бесплатном высшем образовании для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей с инвалидностью. За каждым глухим жена глухая, дети надо кормить. Создать так нужные рабочие места с особыми условиями и готов председатель общества глухих. Говорит, есть желание, есть кто готов уже сегодня выйти на работу. Вопрос лишь один, как купить оборудование и запустить к пекарню. Вот к ним обращайся, к чиновникам, и говоришь, ну пожалуйста, помогите. Но ощущение такое, что это не мы глухие, а они глухие. Сергей Темляков, Андрей Мохов. Семь дней. На этой неделе мы с вами стали свидетелями обострения ситуации вокруг строительства мусоросжигательного завода в Казани. То, что строительство этого завода необходимо, лично у меня не вызывает сомнений. Достаточно взглянуть на рукотворную гору в Самосырово. Казань сегодня задыхается от мусора. Мы уже фактически живем на свалке. Но, учитывая плотность населения вокруг города-миллионника, построить завод и не задеть ничьих интересов практически невозможно. На сегодня предполагаемая строительная площадка расположена в относительной близости к поселку Осиново и жилым комплексам Радужной и Салават-Купыре. Мнение жителей известно. Стройте где угодно, только не у нас. На этой неделе президент Татарстана Рустам Миниханов велел провести широкое обсуждение экологической экспертизу проекта. По его поручению с инициативной группой жителей встретился мэр Казани Ильсур Медшин. И надо отдать должное Ильсур Раисовичу, он пришел на эту встречу с открытым забралом и не боялся самых острых вопросов рассерженных горожан, которые не стеснялись в выражениях. Так или иначе, проблему решать придется, считает наш корреспондент Михаил Любимов. Суббота, 7 апреля, поселок Осиново, 13 часов дня. Именно на это время изначально, на этой неделе, как мы знаем, был назначен митинг жителей. Но в течение недели после долгих согласований митинг все-таки не был санкционирован. Однако, как вы можете видеть, люди все равно собрались здесь сегодня на стадионе, не чтобы митинговать, чтобы просто пообщаться, провести некое собрание, обменяться мнениями. За этим же сюда приехали и мы. Ключевой, как нам кажется, вопрос, возможен ли вот на сегодняшний день, на сегодняшний момент некий компромисс между жителями и властями, между жителями и заказчиками этого строительства. Давайте дадим слово сегодня только им, одним, ну и мэру Казани, конечно. Это мой город, мы за чистый воздух, и мы хотим и будем добиваться. За чистый воздух! По состоянию на сегодняшний день, то есть по состоянию, когда стороны, власти и жители лишь успели заглянуть в глаза друг другу, можно констатировать все при своих. Единого мнения в деталях вы Васинова, например, не встретите. Но ход мыслей в целом просвеживается. Вот, в частности, что думают люди здесь о возможности того самого компромисса. Но компромисса нужно с народом находить. Почему нельзя? Если дело, как мэр сказал, если дело стоит в инфраструктуре, весь вопрос в инфраструктуре, и здесь она наиболее подходящая. Но вы, как заботитесь о здоровье населения и устраиваете универсиаду, как популяризацию спорта, здорового образа жизни, то деньги на инфраструктуру тоже же можно тогда найти и сделать на более безопасном расстоянии завод. Ну, хотя бы уж 25-30 километров от населенных пунктов, которые уже существуют. Почему с самоследования не начали? Открыли бы туда эту печь? Хорошо. Вопрос, что есть? Я вам отвечу. На встрече с жителями Казани и Зеленодольского района Ильсур Медшин косвенно прокомментировал эту идею о строительстве завода совсем вдали от населенных пунктов. Если прислушаться, то можно услышать, что это невозможно. Огромное количество электроэнергии, газа, воды, канализования и соответствующих дорожной инфраструктурой, которая не во всех точках Казани есть. И нет 10 гектар свободных, нет количества тех условий, которые я все перечислил. Поэтому выбрана эта площадка. К жертву никто никого не приносит. То есть выбрать любое другое место для строительства не получится. Просто потому, что любое не подойдет. Посреди колхозного поля, вдали от Казани, завод вообразим лишь в мечтах. Видно, так бы и сделали, если бы могли. Поэтому компромисс, если он вообще здесь достижим, наверное, не в этом. В четверг мэр предлагает создать рабочую группу, в том числе и из местных жителей. Группу, которая оценила бы к лету все риски, ознакомилась бы лично с европейским опытом и пришла бы к выводам на основе опыта, а не домыслов. Но даже это пока движется с трудом. Я это сформулировал. Давайте вместе, рабочие группы. Мы сейчас что, пришли? Голосовать, что ли? Мы пришли обсуждать проблему. Я вам, как мэр, говорю, проблема громадная. И она растущая на 5%. В тысячах тонн растущая. Не в килограммах, не в кубометрах, а в тысячах тонн. Условия мы уже создаем. Давайте мы сначала внедрим консортировку. На это уйдут годы, возможно, десятилетия. И только потом мы будем ставить вопрос о строительстве завода. Сейчас это решение преждевременно. Аргументы жителей небезосновательны. И речь в конечном итоге вот о чем. Каким бы ни был суперсовременным завод, а наш завод по плану таким и будет, сжигать все подряд на нем все-таки не стоит. Европейские заводы, которых сотни, так не делают. Раздельный сбор проблему вроде решил бы, но сколько воды утечет, пока каждый из нас заведет дома по 3-4 мусорных ведра. Мэр считает, что надо начинать перестраиваться уже сейчас. Жители считают, что надо подождать пару десятилетий. Удается ли найти компромисс в этом вопросе, отчетливо слышно через два дня после встречи с мэром в субботу на стадионе Васинова. Да, а у них японская технология, а наши, извините, подвиньтесь, наши пожалеют такие деньги, такую технологию поставить. А давайте вы свою семью в радиусе 5 километров поселите около этого завода, пожалуйста. Если вам это будет убедительно, я готов в Николаевке приобрести земельный участок. Построю дом и там жить. Пропосуточно, готов. Дмитрий, дорогой, готов. У меня четверо детей, достаточно будет, если один из них там будет жить в Николаевке. А я буду приезжать на выходные и ночевать там. Как ни парадоксально, но обе стороны борются за чистый воздух, лишь разными методами. Видно, что исполком всеми силами старается встать в один ряд с протестующими, но сходу, конечно, не удается. Ну, сами посудите. А можно ли сходу ответить вот на такой вопрос? Слушайте, ну хватит, ну сколько можно бороться. А теперь вы нас решили еще и отродить. Кент, а я пошла. И не знаю, что он нам будет вырабатывать, и вы будете дохнуть, как крысы. Мы, уважаемые... Спасибо, мэр, иначе, ну, спасибо. Мэр, чтобы не дохли, как крысы, мы первыми в России рекультивировали свалку с захоронением в 46 миллионов тонн. Вот это моя работа. Это моя работа, которую я как мэр сделал для того, чтобы, как вы говорите, не дохли, как крысы. Эту дорогу проходить мы не хотим. Итак, компромисс пока не видим. О чем-то можно будет говорить тогда, когда будет создана рабочая группа, если она будет создана. Это нужно хотя бы для того, чтобы выплыть из этого омута, из полунамеков, нападок и клеветы и очертить список возможных вопросов. Трудность не в движении по выбранному пути, трудность в выборе этого пути. Михаил Любимов и Андрей Мохов. Семь дней. Один хороший друг прислал мне в этот праздничный день на телефон смешную открытку. Только в Татарстане от татарин на Пасху можно получить смс-ку «Салям Иван, Христос воскрес!» А на Курбан Байрам от русского «Привет, Озад, с Байрамом тебя!» Только в Татарстане на Рождество пекут бялиш и красит яйца вне зависимости от национальности, чтобы угостить друзей. И это еще одно доказательство особой атмосферы мира и согласия в нашей республике. Я думаю, многие не знают, что в древние времена предки татар весной также отмечали один праздник, чем-то похожий на Пасху. Он назывался «Кзул-Юмур-Хабайраме», то есть «Праздник красных яиц». Татарских деревняк заранее красили яйца, а потом дети пешком собирали их по всей деревне. У многих тюркских народов принято красить яйца в канун весеннего праздника Навруз. Как все переплелось в нашей истории и культуре. Эльзира Юзаева продолжит. В деревне Кряш-Серда Пестричинского района этот день ожидают с особым трепетом. Ведь для живущих здесь Кряшен Пасха – это не столько религиозный церковный праздник, сколько день почитания народных традиций, которые связаны с древними языческими обрядами. Ведь день красных яиц или Казыл-Кукейканен здесь отмечали испокон веков. А теперь обратимся к главным героям сегодняшнего пасхального утра. Что это значит в народной традиции? Что мы будем делать? Нам надо будет заходить в каждый дом и поздравлять всех Пасху и собирать угощения. Ой, как интересно, как здорово! Мы тоже с вами пойдем, может быть и нам что-нибудь перепадет. Пошли! Мальчик, кильдегез, айсиз бізге. Батмайым, чакарай, айсиз бізге. Мальчик, кильдегез, айсиз бізге. Держи, кильдегез, айсиз бізге. Кильдегез, айсиз бізге. Что это за обряд такой? Это обряд такой, мы сажаем самых послушных, самых таких детей, чтобы куры... На подушку? На подушку, чтобы потом они, когда неслись, чтобы они неслись только в гнезда. И чтобы вывели много-много цыплят. А вот сбывалось? Да. Всегда сбывалось? Да, мы всегда сажаем вот таких детей. Или обычно рано утром бабушка у нас сажает деда. Ну их так много, ведь им каждому надо еще и угощения дать. На всех хватит, и вам достанется, конечно. А что, почему так важно вот угостить гостей? Почему так важно? Традиция такая, чтобы дети, настроение хорошее было у всех, и у детей, и тот, кто дает, чтобы настроение было хорошее. Ну согласитесь, очень добрая традиция, да? Традиция очень хорошая. О чем это говорит? Какими были наши предки? Добрыми, хорошими людьми. 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 но без осадков. В понедельник до плюс 7, во вторник уже плюс 9 градусов, а на выходных тоже будет до 7 градусов выше 0. Ночные температуры местами будут минусовыми. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана в понедельник и вторник пасмурно до плюс 7. В среду прояснится, но похолодает. На выходных переменная облачность до 6 градусов тепла. Осадки не ожидаются. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok